Созданы друг для друга Шакрухан и Гаурый Чиббер История любви Шакрухана и Гаурый Чиббер началась так же, как и многие великие истории. Он влюбился в нее без оглядки, с первого взгляда. Они встретились на вечеринке в Дели за много лет до того, как Шакрух прославился. Его с детства считали необщительным и застенчивым, поэтому ему было нелегко подойти к ней, но набравшись смелости, он это сделал. И ему отказали. Гаурый сказала, что ждет своего парня и не станет с ним танцевать. Чуть позже Шакрух узнал, что на самом деле она ждала своего брата. Вскоре они начали встречаться. Тайна. Поскольку Гаурый была из семьи индуистских браминов, а Шакрух мусульманином, которому еще предстояло оставить свой след в киноиндустрии. Это были 80-е, и Шах на тот момент еще и не заявил о себе как актер. Почти пять лет юным возлюбленным приходилось прятаться ото всех, потому что они боялись, что их поймают или заметят. Гаурый была полностью очарована обаянием, юмором и легким магнетизмом Шакрухо. А он настолько отдался чувствам, что ревновал ее до безумия. Сам Шакрухо однажды поделился в интервью. В какой-то момент я стал чрезмерно ревновать Гауре. Я ссорился с ней, если она ходила в бассейн, в купальнике или даже распускала волосы. Она выглядела очень красивой, и я не хотел, чтобы другие мальчики смотрели на нее. По сути, это была неуверенность, потому что мы не могли часто встречаться и разговаривать по душам. Я был ужасным собственником. К тому же родители Гаури были категорически против их отношений. Сначала они вроде бы нормально отнеслись к Шаху, потому что видели его по телевизору в сериале «Новобранец». Но как только поняли, что его зовут Шакрухан, то были категорически против. Тем временем Шакрух, будучи возлюбленным, полностью понимал их опасения. Он откровенничает. Я их не виню. Возможно, они думали, что могут найти для Гаури более перспективного жениха. Скажем так, если бы моя дочь привела кого-то вроде меня, я бы не церемонился. Но, как и в фильме «Непохищенная невеста», Шакрух постепенно покорил всех членов ее семьи. Он признается, что очень боялся брата Гаури, который носил с собой нож. Слава богам, что через некоторое время семья Гаури согласилась на свадьбу. Они пытались держать это в секрете, но союз для паров, вступающих в брак вне своей религии, обязательно должен регистрироваться в суде. И вскоре работники государственных органов разнесли вести о предстоящей свадьбе на всю Индию. Как только люди узнали об этом, многие пытались отговорить молодых от свадьбы. Шакрух попал в неприятности с мусульманскими организациями, которые устроили протест перед его домом. Но, несмотря на все эти препятствия, их любовь пережила бурь и грозы. У них действительно была большая индуистская свадьба со всеми традициями и ритуалами. Шакрух летал от счастья на крыльях. Он говорит, что его родственники были удивлены тем, насколько красивым он выглядел. Машина, которая должна была забрать Гаури, сломалась, и сам король Кан подъехал и отвез ее на свадьбу. Затем вернулся к себе, переоделся и, по традиции, появился верхом на коне. Их свадьба состоялась 25 октября 1991 года. Так что теперь, даже после 30 лет совместной жизни, они – одна из немногих болливудских пар, которые еще не устали друг от друга. Они уважают религию друг друга и чтят традиции. У них также трое великолепных детей – старший сын Ариян, дочь Сухана и младший Абрам. И впереди мы надеемся еще долгие годы счастья.